Ты опоздал? Чувак с дредами смотреть. А с ним смотри, стол кровавый. Там какие-то, по-моему, кандалы. То есть кого-то аж приковывали. Эй, друзья, всем море приветов, Нептун, это я. Давайте же дальше приходить. Этот пиксельный ужастик под названием Просто игнорируй их. И мы на месте. Это уже четвертая серия. Мы ехали сюда. Точнее, летели на самолете очень долго. Потом, видимо, ехали в метро или на поезде. Или в автобусе, я уже не помню. Но, в общем, мы добрались. Это дом номер 12. Здесь живет некий Дэн, который знает обо всех этих монстрах и может все объяснить нашей подружке. Но прежде чем зайдем туда, давайте посмотрим, что у нас есть вообще вокруг. Ящики, например, есть. Интересно сказано, хрупкое. Желал бы я знать, что в них. Ну, блин, бокалы. Бутылки. Что там еще? Гриль. Сделано во Франции. Ммм, ля гриль. Что за черт? Да. Мне с этим ничего не поделать. С этим тоже ничего не поделать. Есть окно, ведущее, видимо, в подвальные помещения какие-то. Также есть балкончик, я вижу окно. Вот, например. Ничего особенного, просто окно. Так. Трэш. Ну, это просто трэш. Так, ничего особенного. Взять нельзя. То есть, в мусоре покопаться мы не можем. Есть какая-то то ли жвачка, то ли что, налепленная на пол. А есть люк. Даже если мне удалось его открыть, я туда не полезу. Ну, типа, там воняет, говнецо плавает, крысы всякие. А может быть там черепашки-ниндзя. В общем, в любом случае, мне там будут не рады. И, в принципе, ничего нет. Дверь. Бри. Хм. Нечего сказать ей, да? Ты готова, Бри? Более чем. Просто хотел пожелать удачи. Да? Тебе тоже. Ок. Ну, давайте. Бри, подожди здесь. Я вернусь за тобой позже. Ок. Я пока докурю. Дэн. И он как-то, по-моему, по-другому его назвал, да? Вот оно. Прости, Бри. Но я должен сделать все верно. Так. Давайте-ка мы лучше сохранимся. Мало ли что. Так. Второй этаж пока не пойдем. Давайте изучим первый. Есть телефон. Ничего особенного. Вентиляция небольшая. Тоже ничего, блин, особенного нет. Да? Столовая. Ничего особенного в столовой нет. Так. А. Дэйв, да. Он сначала его называл вроде бы Дэн, потом сказал, что Дэйв. Ну, он, наверное, наверху. На верхний этаж. Так. Куча комнат, кстати говоря. Мастерская есть. Дэйв, ты... Это ты? Дэйв? Дэйв, это я. Марк. Ты опоздал? Чувак с дредами смотреть. А с ним, смотри, стол. Кровавый. Там какие-то, по-моему, кандалы. То есть, кого-то аж приковывали. Всякие пробирки стоят. Видимо, проводили опыт и жизнь. Да, на целых две минуты. Ты знаешь мои правила, Марк. Опоздал? Твои проблемы? Знаешь, к черту твои правила. Это куда более важнее, чем твоя социопатия. Тихо, Марк. Не смысла грубить. Я знаю, что для тебя это важно. Но не забывайся. Ты в моем доме. И ты будешь слушать мои чертовы правила. Пусек? Да. Прелестно. Все готово. Ты привел девчонку? Привел девчонку. Сколько ей? Двадцать пять или около того? Двадцать пять? Я думал, что им, не знаю, лет там, ну, по девятнадцать. Ну, где-то вот около того. Двадцать пять. Слишком молода. Но сойдет. Первая не подошла. А чего они говорят? Подождите, какая первая? Это которая повесилась? Ммм, окей. А что они хотят делать? Или подожди, они новых монстров хотят делать, видимо, из людей? То есть все это было спланировано изначально? То есть он сознательно ввел сюда подружку, чтобы с ней что-то сделать? Я думал, что он везет ее сюда, чтобы объяснить. Девушка из кафе? Что случилось? Она не доверилась тебе? Можно и так сказать. Ты ее не убил? Это так прекрасно, знаешь, висеть и покачиваются над землей. Ну да, она повесилась же после его рассказа. В гармонии с окружающим миром. Не то, что я. Не имею идеи, зачем ты так поступил. Она была идеальным экземпляром. В ней не ощущалась мамы. Сечешь? Помни, Марк. Чем сильнее их доверие к тебе, тем выше шанс успеха. Знаю, знаю. То есть подожди. Я той девчонке доверился, рассказал свою историю, после этого она повесилась. Я наоборот как бы хотел к ней быть ближе, доверить ей все самое сокровенное. Но видимо это было неправильным выбором. Приведи ее ко мне. Я обследую ее. Хорошо, скоро вернусь. Че они хотят, блин? Журнал какой-то. Что это? Эксперимент с Дживи-104. Кодовое название – мать. Объект демонстрирует сильную агрессию и озадаченность. Человеческое тело пытается отвергнуть новые клетки мозга. Удивительно. Они сливаются воедино и формируют новое сознание. Это уже не одно существо, а два в одном. Я назвал это химерские Дживи. Так, ну охренеть не встать. Чем они тут занимаются? Боже мой. Окно. Монстров создают. Это типа два корифана или как? Ладно. Думаю, что потом мы об этом узнаем, да? Необычно. Странный ряд труп, торчащих из земли. Быть может, какое-то отопление или что-то в этом роде. За окном, да? Картина. Необычно. У меня дома такая же. Да, кстати, тоже заметил. У него такая же дома картина. Только там роза была красная. Только не черная, да. Скорее всего, за картиной что-то есть. Записка. Для ухода за такой розой нужен особый инструмент. Ха. Дэйв, книжки. Книги Дэйва. Анатомия человека. Хм. У книги чужая обложка. Возможно, там не анатомия, да? Что-то другое. Внутри. Так. Химические стволики есть. Лабораторный столик. Стол для пыток. Прямо... Вот прям для пыток. Мало ли там стол для... Ну, для операции. Стол там для экспериментов. Как-то так. А вот именно для пыток. Они прям что, пытают? Ничего особенного, да? И с этим пока что ничего не поделать. Ну, ладно, давай пойдем. То есть, получается, что наш герой как бы немножко злодей, да? То есть, они приводят сюда этих монстров. Но подождите. Когда впервые монстры там появились в его доме, ему было, по-моему, 8 лет. То есть, 8 лет он не мог же вот этим всем заниматься, да? Он был всего лишь ребенком. То есть, монстры были до всех этих событий. То есть, до участия Марка во всем этом деле монстры уже были. Возможно, тут Дэйв. Но он старше, чем Марк. Возможно, он отчасти виноват во всем. Блин, я пока не совсем понимаю. В голове такая каша, я думаю, что мне игра... Надеюсь, что мне игра все это дело объяснит. Спальня. А вот тут цветок красный. Так, тут вообще ничего нельзя сделать. Ладно, пойдем обратно. А это что у нас там? Ванная комната. Место, откуда обычно любят появляться монстры. Ух. То из ванной, то из унитаза, то еще где-нибудь. Так, вентиляция. С этим ничего не поделать. Есть ванная. Тоже с этим ничего не поделать. Раковина. Да ладно. Что-то торчит из-под стульчака. Красная ключ-карта. Очень мерзкий способ прятать вещи. Да, уж. Не гигиенично. А что он ее взял? А, он ее взял. Красная ключ-карта. Прям в толчки. Окей, не знаю для чего это, но потом думаю, что найдем. Статуя. Какая странная статуя. Ей чего-то не хватает на шее. А еще есть картина глаза. Ничего страннее не увидишь. Так, ну ладно. На шее не хватает. Ну, какой-то кулончик там, да? Вряд ли карту можно на статую использовать. Нет. Ладно. Дом мы изучили. Давайте, наверное, пойдем позовем нашу подружку. Или не позовем. Так, в столовую нужно? Нет, не нужно. Так, давайте мы сохранимся, мало ли что. Скорее всего, будет какой-нибудь выбор, типа, отдать нашу подружку Дэйву или нет. Ты готова, Бри? Более чем. Просто хотел пожелать тебе удачи. Да? Тебе тоже. Я это уже говорил, по-моему, да? Так, ладно. Пора встретиться с Дэйвом. Марк? Да. Хотела сказать тебе спасибо. Да не за что. За то, что ты рядом со мной. В этом мире так сложно найти друзей. Когда ты никто. Ладно, Бри. Пора идти. И как вот после этого он будет делать задуманное? Типа, у нее нет друзей. Она бедная. Она привязалась к Марку. Так, вы оба пришли. А вы, должно быть... Ее зовут Бри. Она умеет сама говорить, Марк? Да, умею. Видишь, умеет. Марк рассказал, что ты очень заинтересована монстрами. Да. Я хочу узнать больше. Они преследуют меня. Мы пришли сюда в поисках ответов. И вы их найдете. Так, с чего же мне начать? Мы с Марком знакомы с детства. Угу. Мы были лучшими друзьями. Да, Марк? Были. То есть они примерно одного возраста. Окей. И какое это отношение имеет к делу? Еще как имеет. Понимаешь, мой отец работал в фармацевтической компании Neos Pharmus. Он работал над препаратом, который мог бы запустить мозг после смерти. Только неповрежденный мозг, конечно. Все воспоминания владелица сохранялись. Будто они не умирали. Однако, мозг то оживал, а тела-то нет. Да и генетический код при этом не изменяется. И в чем тогда смысл, если тело мертво? То есть подожди. То есть тело просто без движения, а мозг функционирует. Это типа как, знаете, паралич какой-то. Его и не было. Но мой отец его нашел. Он спроектировал корпус, которым мозг мог бы управлять. Что-то вроде андроида, так сказать. Они дублировали каждую часть и каждый орган человека. Он назвал их Дживи. В честь моей матери. Монстры, которых вы встречали, это те самые оболочки. Хм. Если у них мозг обычных людей, почему они едят других? Так сложилось с испытуемыми. В первую очередь включались основные функции мозга. Какие? Питаться и спать. Но они быстро учатся. Зачем они так спроектированы, чтобы могли есть людей? Ох, помнишь, я сказал, что я и Марк тут замешаны? Да. Вот смотри, мой отец был благородным. Уважаемым, честным и преданным делу. Но даже лучшие люди имеют недостатки. Мой отец спал с его матерью. Фигаси? То есть, получается, измена? Мой отец так погрузился в работу, что я не замечал измены. Мать ушла от него вскоре после этого. В тот день мы оба чего-то лишились. А мой отец лишился рассудка. Он превратил Дживи в этих монстров. Сразу после того, как убил твоего, Марк. Ага. После того, как узнал правду. Марк? Ты говорил, что ты его убил? Бри, мне... Марк, это ошибка моего отца, а не моя. И очень жаль твою мать. Марк. Но мы можем прекратить это, Марк. Сделать все как нужно. Пожалуйста, оставайтесь на ночь. Вестивая комната следующая от меня. Мама. Надеюсь, ты сможешь меня простить. Не уверен, что я готов. Быть может, Дэйв поймет. Надеюсь, так. А куда пропала Бри? Так, дайте-ка немножко поразмыслим мозгами. Значит, Марк и Дэйв в детстве были друзьями. Отец Дэйва был вот этим вот экспериментатором, разрабатывал способ оживить мозг. Но мозг-то оживал, а тела нет. Поэтому отец Дэйва изобрел некую оболочку, куда помещался мозг. Это и были монстры. Мозг просыпался не полностью. Изначально просыпались только первобытные какие-то инстинкты. Типа поесть, поспать. Поэтому монстр мог накинуться на живое существо и его сожрать. И, в общем, они этих монстров изучали и так далее, и так далее, и так далее. Затем отец Марка, как я понял, ушел из семьи, бросил жену и влюбился в мать Дэйва. То есть какая-то санта-барбара началась. Отец Дэйва обозлился. Я не знаю, что произошло. В общем, он у своей жены сделал первого монстра. Возможно, он ее убил, а потом переместил ее мозг в эту оболочку. Мать Марка тоже, видимо, как-то пострадала от монстров. В общем, там все пострадали от монстров, но всему причиной были вот эти санта-барбарские измены внутри семьи и их родителями. И вот Марк и Дэйв повзрослели, остались одни без родителей. И Дэйв, видимо, перенял у отца все эти эксперименты, а Марк стал ему помогать. Так как они дружили в детстве, и, в принципе, отчасти они оба пострадавшие по всей этой истории. Еще у них куча монстров, которые, я так понимаю, сбежали, и теперь просто бродят за ними везде и повсюду, убивая всех, с кем наши герои знакомы. А Дэйв, он, видимо, затворник, он никуда не уходит из дома постоянно, поэтому у него нет знакомых, и убивать-то некого. Поэтому он, по сути, особо-то не страдает от монстров. А вот наш Марк, наоборот, у него есть подруги, друзья, и он хочет нормальную жизнь вести, но монстры, видимо, не дают ему это сделать. И, возможно, здесь мы найдем, наконец-то, ответы. Ну или, возможно, все это закончим. Но, опять же, я могу быть неправ, друзья, если вы более-менее нормальные, в отличие от меня, поняли сюжет, напишите в комменты. А если понял я все правильно, ну, значит, зашибись, играем дальше. Где наша Бри? Она, кстати, будет, возможно, нашей будущей пассией, нашей девушкой, и, возможно, женой. Нам нужно ее защищать и не давать, чтобы, ну, чтобы ее съели. Так, тут ее нет. Она, случайно, не у этого осталась в кабинете? Не у Дэйва? Дэйв! Чувак! Так, компьютер. Дэйва. Все, что мне нужно знать на этом компьютере. И, конечно, он защищен паролем. Так. Что-то я еще... В книжке, наверное, да, можно посмотреть? Внутри что-то есть. Ключ карты. Еще одна ключ карты? Уже желтая. Это я читал. В тумбочке, может быть, что-нибудь есть? Ничего, говорит, с этим не поделать. Так, трубы так и остались. Там картины. Что-то мешает. Не может, она, говорит, сдвинуть. Тумбочка, может, мешает? Подожди. А сзади что-то вроде рейки. Не могу это сдвинуть. Что-то мешает. Ммм. Ну, с другой стороны, получается, да? Так, телевизор. Журнал. В принципе, тут все осталось такое же. Написано для активации процесса рождения. Процесс рождения? С этим ничего не поделать. Так, ладно. Что еще мы могли пропустить? А вот теперь можно уйти. Странно. Так, вентиляция. Может, в столовой что-то есть? Хм, ну куда же ты пропала? Бри. Там что, типа, клетка, смотрите. Клетка, кровать. То есть, кого-то прямо держали в заложниках. Микроволновка. Ну, попробуем. Тут что-то есть. Драгоценный камень. Зачем его здесь хранить? Тут еще записочка. Ты попался, Марк. Рубин. Какая-то формула. А, это я взял мекстурку с этого. Где стол пыток был, да? Получается так, тут ничего нет. Стол. Верстак. Эй, кусачки. Они всегда... Ага. Застряли в стене. Оно вращается странно. Что-то открылось. С этим ничего не поделать. Так, я сейчас открыл что-то, да? А что я где открыл? Тумбочку. Может, тумбочку открыл начальник? Еще одна ключ-карта? Для чего же они? Так, синий, желтый и красный ключ-карты. Также рубин. А, возможно, тумбочка была изначально закрыта. Но... Я повернул тут ключ и, типа... Открылась дверь. У меня три ключ-карты. Выйти на улицу, наверное, мы не можем. Нет, можем. Но тут вроде как ничего не поменялось. Чик. Камень подошел и... Секретный проход. Прямо как в моих игрушках. Погнали. Мы должны узнать. Ух ты, тайная лаборатория. Видимо, там происходят все основные события по переселению мозга там. В оболочку. Хм, вот эта дверь. Как только Дэйв построил все это. Панель управления. Мне нужны ключ-карты, чтобы использовать ее. Но у меня, по идее, есть они. Красный... А, подожди, там желтая, да, горит? Давайте желтую. Так, посмотрим. Так, синий. Теперь красный. Это глупо. Это не глупо, это прям разумно. Так. Зеленый? И где я должен искать зеленый ключ? Может, я что-то упустил? Так. А вот это действительно удивительно. Формула какая-то. Нет, это глупо. Так. Надо призвать это хитро, что... Подожди, я... Я думал, что это не... Я просто, знаете, от балды подумал, что если два цвета соединить, чтобы получилось зеленый. И реально получилось зеленый. А как так получилось? А, я не знаю. Соединил две карты? Ты желтую и синюю получил зеленый. Хе-хе-хе. Наконец-то. Это было странно. Я даже не думал, что у меня реально получится это сделать. Ладно, погнали. Прости, Бри. Я не хотел, чтобы до этого дошло. Так он все-таки знал. Я думал, он реально хочет ей рассказать правду и покончить со всем этим. А он ее тупо привел. А для чего? Ну, мать... А, я пропустил нечаянно. Ну, мать, что-то там. Ты не представляешь, что значит потерять все. А Дэйв пообещал мне ее вернуть. А, он хочет, видимо, мозг матери вживить в тело Бри. Так? Выходит. И не в виде Дживи. Верно. Я обнаружил способ совместить старые мозговые ткани с носителем. Лишь одна проблемка. Что это? Когда отец изобрел это слияние, произошла заминка. Из-за того, что носитель был еще жив. Он превратился... Что? Звучит глупо, но... Объект получил сверхъестественные способности. Что ты имеешь в виду? Объект демонстрировал немыслимую скорость регенерации. Способности телекинеза усилились до невообразимых пределов и... Верь или нет, но и телепортация. То есть они изобрели чувака, который может сам себя излечать, еще и телепортироваться? Круто. Они могли перемещаться куда угодно в радиусе 30 метров. Конечно, всего лишь это слова в журналах отца. Но я заметил подобные способности у... Спиногрыза. Послушай, мне плевать. Я только хочу вернуть мать. Это единственное, что важно. Помнишь, Марк, как мы начнем, пути назад уже не будет. Она не станет больше собой никогда. Сделай это. Не, подожди. Марк? Я... я не уверен. Если ты хочешь, мы можем прекратить, Марк. Но мне нужна от тебя формула. Она регулирует химический баланс в резервуаре. Она уничтожает антитела, которые помогают в слиянии мозга. Блин, имеет ли смысл сохранить и все-таки переиграть? Давайте сохранимся. Так у меня вот она, вот она. Формула, вот и у меня она в кармане. Так, пора заканчивать с этим. Дэйв, я не могу. Я не знаю, что меня нашло. Мне это совсем не нравится. Да без проблем, Марк. Все будет в порядке. Погоди-ка, что ты делаешь? Смотри сам. Почему она не шевелится? Дэйв! Дай ей несколько минут, Марк. И затем ты будешь снова вместе с своей любимой мамой. Что ты сказал? Я же сказал, что я не буду в этом участвовать. Марк, я не думаю ее отпускать. Почему? Какой тебе от нее толк? Все. Я знаю, где мой отец допустил ошибку в создании твоего отца. Я думал, его создал ты. Нет. Я только у нее справки. Мой отец был трусом, чтобы кого-либо убить. После того, как ушла мать, мой только и делал, что рыдал, как ничтожество. Значит, ты убил моего папу, ублюдок. Я тебя убью. Это не у него, типа, на поводу? Не-не-не. Ты помнишь? Моего друга. Я уверен, Бри помнит. Вот что ты с ней сделал. Разумеется. Ты превратил свою собственную мать в механического монстра. Я использовал отца для одних нужд. Но я нашел применение и для матери. Ты слетел с катушек. Ты это осознаешь? Не, я чертов гений. Я нашел путь к бессмертию. Значит, это все ради гребаной славы? Разумеется. Теперь же узри, как я даю жизнь смерти. Погоди-ка. Как его черты? Нет. Так, она выбралась? Бри. Я знаю, ты меня слышишь. Ты должна бороться. Она не слышит тебя пока. Что с ней происходит? Дэйв. Без понятия. Ее мозговые ткани слились с носителем, но... Но что? Но не активируется. Вау. Нет, Бри. Дэйв, верни ее обратно. Я не могу, Марк. Бри больше нет. Нет. Она хочет что-то сказать. Сказать? Она пытается коммуницировать с нами. Но ее мозг шлет неверные сигналы к ее рту. Я попробую перенаправить их. Марк. Бри. Нет, Марк. Это я. Это мамочка. Мама? Мам, прости меня за все. Я не хотел, чтобы ты... Марк. Ты был плохим мальчиком. Мам? Она дестабилизируется. Что происходит? Что за бредятина-то происходит? Где Бри? Откуда у них вообще мозги матери? Марк. Твою ж мать. Она просто угандошила и Дэйва, и этого монстра. Мама? Марк. Марк. Достижение дали? Ты такой плохиш. Никогда не слушал свою мать. Я тебя накажу. И когда ты встретишь своего отца, я прослежу за тем, чтобы и он не избежал этого. У тебя было столько возможностей. Поэтому я заберу самое ценное, что у тебя есть. Твою жизнь. Ты получишь ее обратно, когда станешь послушным. Помни, сладкий. Не доверяйся никому, чтобы преуспеть в жизни. Особенно ей. Плохая концовка. Бу-га-га. Эй, камон, почему, почему, почему плохая концовка? Блин, слушайте, у меня теперь есть острое желание переиграть. Я очень надеюсь, что как бы это, ну понимаете, да? Что вот я сохранился в том месте. Надеюсь, это неплохо. Надо будет переиграть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Посмотрите, везде странга. Везде один и тот же человек. Даже композитор, даже музыку написал. Ну, и звуки, видимо. Да, это всю игру сделал один человек. Я об этом не знал, если честно, но как-то так. Поэтому на сегодня я думаю, что все. Большое всем спасибо за внимание. Завтра ждите видосик. Либо завтра, либо послезавтра. Я хочу все-таки перепройти игру и, возможно, открыть хорошую концовку. Я уверен, что она здесь, блин, есть. Если есть плохая, то должна быть и хорошая. Поэтому ждем. Я буду копать игру, разбираться там и выдам вам еще один прикольный видосик. Ставьте лайки, поддержите мое видео и непременно вступайте в группу ВКонтакте. А также на наш Телеграм-канал. Непременно подписывайтесь. Анонсы стримов там будут, разные видосы будут так кидать. Ну и просто общение. Всем желаю крепкого здоровья и позитива, друзья. Всем пока-пока.